Субтитры создавал DimaTorzok Невеста, как образ свободы, появилась из недр московского метро, символа тоталитарного подземелья. Улыбалась, стоя на эскалаторе, поднимающемся вверх, где на свежем воздухе ее ожидали многочисленные поклонники, истосковавшиеся по воле. Тоскующих охраняли мрачные невольники в касках и с дубинками, чтобы на случай, если вольный ветер сорвет брачующимся крышу, поставить ее на место одним четким ударом. А вы поженились в знак протеста или по любви? Это очень сложный вопрос, Александр. И в знак протеста, и по любви, наверное, тоже. А в знак протеста против чего? Россия без Путина, все вот это вот, свобода с собранием, ну вы поняли. С Путиным развод, а с милым любовь до гроба? Ну, Путина можно в принципе, ну, повесить, наверное, но это уже суд решит. Горько! Да, горько! 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 Горький привкус свободы вызвал изжогу у вертикальных полицейских. А непринужденная прогулка жениха и невесты по триумфальной заставила и вовсе заточить влюбленных в автозак. Нары при диктатуре – лучшие брачные ложи. Зато друзья-свидетели опьянели от венчания с волей и распоясались, как дети. Зажгли фаеры, чем спровоцировали бюро кремлевских услуг на задержание. Но какая в России свадьба без драки, тем более заказанной самим папашей суверенной демократии? Бились красиво. Фигурные выкручивания рук и праздничные таскания за космы утихомирили страждущих. Но ненадолго. Вскоре на подходе к триумфальной нарисовался еще один романтичный жених – Эдуард Лимонов. Пожилой Ромео революции, облапанный прессой, сделал несколько шагов и успел проронить пару слов, как тут же был нейтрализован и припровожден в индивидуальный транспорт, где трезвые на всю голову дяди суровой прозой объяснили, что любовь зла, а любовь к свободе опасна вдвойне. Жениться или не жениться россиянам на фигуральной свободе – решать каждому гражданину нашей страны. Но самое главное – нужно помнить о том, о чем забыли в начале 90-х годов прошлого века. Подобный брак подразумевает очень большую ответственность. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.